Всем привет! Это очередной выпуск неправильного обзора ножей. А тема нашей сегодняшнего неправильного обзора это вот такая куча ножиков с порошочком на клинке. Вот это все. Это все ножики из моей коллекции, которые имеют порошочек на клинке. Как я относился к порошку? Да нормально я к ним отношусь. Единственная проблема в том, что стоит это все очень-очень дорого. Как правило, если у вас ножик с порошочком, цена ему как минимум 100 каких-нибудь условных единиц. Так что можете посмотреть на это все, прикинуть, сколько же это все может стоить. Ну и вторая проблема порошка помимо стоимости это то, как его точить. Если вам нужно обслуживать ножи с порошочком, желательно иметь у себя в обиходе в хозяйстве какую-нибудь точилку с алмазиками. Тогда результат будет более-менее. Если у вас этого ничего нету, или у вас ручки к этому не лежат, ну тогда лучше с порошочком дела не иметь. Итак, поехали. Будем рассматривать мои ножи с порошком. Начнем с китайской радости. Вот такой вот китайский ножик Kizer. Вот можно на него посмотреть здесь. Старюка. Здесь Старюка S35VN. Алюминиевая рукоять. Вот так оно стонвошенное все. Здесь оно гладенькое. Лайнер-лок. Подшипников нет. Здесь шайбы. Ну механика в принципе удовлетворительная. Клипса непереставляемая. Клипса на этом ноже выглядит очень, так сказать, инородно. Я бы не сказал, что какая-то шедевральная. Но нож в принципе нормальный. То есть я его покупал, по-моему, где-то евро 80 стоил. Он столько сейчас и стоит. Главный прикол заключается в том, как его поставляют в какой коробочке. Там действительно офигенная коробочка. Она так прикольно раскрывается. Есть на что посмотреть. Второй китаец с порошочком это Real Steel Rocket. Вот такая вот моделька. Она, по-моему, на Ламни продавалась. Здесь у нас карбон на рукоять. Вот такой вот, который играет. На клинке у нас... Что у нас на клинке? Чей дизайн? Какого-то Ивана дизайна. Окей. С-35ВН тоже. Традиционно для китайцев, я уже так понимаю, С-35ВН в качестве поросковой стали. Ну что, в руке лежит нормально. Вот я его в руку взял. Он, в принципе, у меня лежит. Хотя хотелось бы, чтобы рукоять было все-таки чуть-чуть потолще. Вот этого мне немножко не хватает. Качество обработки более-менее. Облегченные лайнеры. Вот, конечно, лайнер-лог я не особо люблю. Но здесь подшипник, здесь переднее открывание. То есть можно вот за шпенек. Я надеюсь... Ну да. Как-то его можно за шпенек. А если вот за это? Ну, если научиться. Если руки будут не очень, так сказать... О! То есть это передний флипер. Видите, вот. Передний флипер на... На подшипниках. Интересно, кстати, в реагеометрию вот этого лезвия. Видите, здесь такой из пропил, видимо, для облегчения. И вот это темлячное отверстие, это, конечно, какой-то ужас. Скорее всего, нож нужно разбирать, чтобы все этот темляк вставить. Ну, так, в принципе, если научиться, видите, как хорошо все открывает. Прикольно. С-35В. С китайцами закончили, переходим к европейцам. Самый доступный европейец порошочковый. Это, конечно, Медли. Вот здесь вот у меня на клинке С-90В. Вот. И это классный, классный, конечно, сталюк. Но этот сталюк очень привередливый к заточке. То есть, если этот нож садится, точить его, это сплошной геморрой. В принципе, нож прикольный. Сделан, конечно, топориком. Посмотрите только, как этот осевой выглядит. То есть, вот. Может, видишь, что это просто какая-то кустарщина. Г-10 не самый такой, не самый качественный. Ну, зато и стальные проставки внутри. И, конечно, бэклок, он тоже берет. Нож листабильный. Глубокая клипса. Стоит тоже порядка 80 евро. То есть, такой нормальный нож. И за свои деньги шикарно. Я вот, честно говоря, купил бы два таких. Но у меня как бы два таких есть. Потому что у меня есть еще такая же моделька со 154 сталью. Итак, S-35, S-90, а вот это вот М-390. Это модель из Испании. Вот здесь прямо-таки написано. Вот видите, Испания, команда. Ниелла, по-моему, называется эта фирма. Вот здесь написано, Маркас Танюш. Это бойлер М-390. И этот нож чем-то напоминает мне бак 110. Ну да, здесь нет щучки. Как бы вот, ну как бы, нет этого фальш-лезвия здесь, которого как у бака. Но, в принципе, вот. Это карбончик на рукояти. Вот, опять же-таки, бэклок у нас здесь. Вот какая-то вот, какая-никакая клипса. Причем, видите, какая-то огромная. Так что, в принципе, он будет на кармане такой будет сидеть. Собрано, собрано более-менее. Есть вот болты, которые закрывают, если нужно клипсу переставить. То есть, в принципе, товарищи над этим ножом поработали. В руке лежит нормально. То есть, вот такая вот рукоять, она как бы более-менее в моей руке ложится. Даже не знаю, чтобы придраться за свои... По-моему, он стоил около 100 евро. Вот, за 100 евро нормальный нож, с учетом того, что здесь М390. Так вообще. Вот этот нож я купил в охотничьем магазине. Просто зашел в охотничьем магазине и купил. Потому что там была акция, и было написано, что этот нож с М390. На клинке о том, что здесь М390 и не написано. Но этот нож прикольный. Сейчас я вам покажу, в чем его прикол. Видите, здесь нет никаких пропилов на лезвии. Но если ты покладешь пальцы вот на эти вот рысочки, а эти рысочки, они здесь нанесены как какой-то абразив. Ты можешь вот так вот просто его открыть. Механику ножа сумасшедше, классно. То есть, мне очень нравится, как он работает. Естественно, здесь нет никаких этих подшипников. Здесь даже, по-моему, шайбы, так сказать, даже не металлические, так сказать. Но все равно, очень классно работает рабочий нож. И, в принципе, в руке у меня лежит неплохо. То есть, я люблю вот такие вот большие руки эти. Да, хотелось бы, чтобы она была подшире и как-то лучше заполняла мою руку. Но, в принципе, это тоже нормально. Здесь, по заявлению производителя, вот эта вот пара форса вот у этого ножа М390. Просто так я покупал его в солидном магазине охотничьем. Так нету им, как говорится, повода не доверять. Большой кусок стали, высокие спуски. То есть, спуски идут прямо отсюда. То есть, резучая должна быть штука. Ну, как говорится, классный нож, но я им ничего не делал, потому что у меня просто он есть. Опять-таки, Гэй это 10, такой немножко дешманский. Но не такой дешманский, как вот здесь. Потому что вот здесь он вообще не как-то, ну, фу. А здесь он еще цепкий такой достаточно, хорошо ощущается. Понравился нож. Ну, и, конечно, шедевр, так сказать, итальянского наше строение. Вот этот Леон Стил. Вот такой вот маленький, элегантненький DC-шник. Не помню, как он называется. Хотя, может, здесь написано, как он называется. Вот это что такое? Молета. Ну, будем считать, что это вот так называется. Вот, Италия 390. М390 на клинке. Это слепджойт. Видите, вот этот. Можно, вот так сказать, попытаться сложить. Но прикол этого ножа в том, что у него вот это вот, это интегральник. То есть, вот это вот все, что мы здесь видим, это все один кусок металла, который был специальным образом обработан. И потом, как бы, сюда был вставлен клинок и вот это клипсы. То есть, если вот клипсы здесь интересны, если вот на эту кнопку нажать, клипсы вот отсюда вылезают. Кстати, нажал и вылезал клипсы. То есть, если этот нож вешать на карман, тебе нужно сначала отжать, а потом повесить. В общем, ты делаешь это, как правило, вот этим вот пальцем. Система, мягко говоря, странная. Потому что, видите, когда отжимаешь, не всегда эта клипса как-то вот так вот, что она идет вниз. Ну, в общем, странная система, но прикольно сделанная. Вот такое, знаете, чувство, что тут мозги поработали над этим ножом. Да, маловато. Хотелось бы, чтобы он был больше. Хотелось бы, чтобы он был вот такого размера, как рокот хотя бы. То есть, если бы на процентов 20, вот, на процентов 20 этот нож был бы больше, вообще было бы супер. Но, как бы, но итальянцы решили так, потому что, наверное, просто для того, чтобы сделать нож в виде Slim Joint, а может потому, что у них в линейке достаточно большой. Если ты хочешь купить большой нож, ну, заплати больше. Этот стоил где-то 120, этот сотню, этот сотню, этот 80, этот сотню и этот 80. Вот. Переходим к следующему ножику. Это уже русское производство. Если мы посмотрим здесь, что за сталь. Не написано, а вот написано. Здесь LMAX на клинке. Вот можете прочитать эти. LMAX. Не знаю, там видно или не видно. Ну, короче. Где-то здесь написано, что это LMAX. Нож называется Anti-Apinel или нож электрика. То есть, видите, у него такое вот специфическое достаточно лезвие. Когда я этот нож заказывал в компании Atropos Knife, они мне, значит, обещали его прислать в другой сталь. По-моему, N690. Но в тот момент они ее не нашли. И сказали, мы тебе пришлем типа в другой сталь. И он пришел в LMAX. Я так удивился, потому что я-то платил за другую сталь, которая, кажется, так сказать, похуже. Но хорошо. Вот написано LMAX. Будем считать, что здесь LMAX. Кто я такой, чтобы не доверять товарищам, производителям этого ножа. Итак, мы посмотрели русский нож, итальянский нож. Вот это, я так понимаю, немецкий нож. Это у нас испанский нож, болгарский нож, два китайских ножа. А вот это вот бекер-калашник. Даже не знаю, с чем их носить. По идее, это американские ножи уже начинаются. Потому что бекер-калашников это автоматы. И вот смотрим, вот у меня есть вот такой вот автомат. И вот здесь где-то должно быть написано, что здесь за столюка. Да, S30V. То есть это бекер-калашников S30V. И я вот эти бекеры-калашниковы собираю. Поэтому у меня еще есть вот такой вот нож. И вот такой вот нож. И все это ножи с порошочками. И если вот здесь вот мы имеем S30V. Это как бы регулярная модель. Вы ее можете, так сказать, обычным образом всегда купить. То вот эти вот два ножа, это лимитки. Если у меня сейчас их... Оп! Оп! Чтобы не выпало. Вот. Если мы на этой лимитке посмотрим. Мы увидим, что здесь написано, что это типа лимитированная версия. В честь 70-летия. Начало, так сказать, выпуска этого калашника. Хотя калашников не 47-м. Ну ладно, господи. 47-й. Вот это вот два ножа. Таких ножей было выпущено по 1500 штук. И мы здесь видим название, что здесь столюка. Здесь столюка HHP. Это значит, что здесь порошок стоит от компертера. И это достаточно прикольная столюка. Так что вот, смотрите, у меня есть два вот таких вот ножика юбилейных с этой сталью. Следующий ножик, это тоже бекер. Вот это вот германское качество. Посмотрите, посмотрите, насколько элегантный этот нож. Насколько он кайфовый. Насколько в нем все красиво, продумано и прикольно. Ну, в общем, дерево, болстеры, бэклок, шпенек есть. Надпись, что это типа Золингер, Германия. Ну и где-то здесь должно быть написано, что это за сталь. А вот где написано, что это за сталь. Это CPM S60V. Я надеюсь, что вот этот вот камер его словит. В общем, вот такой вот прикольный ножик. Вот так вот классно он лежит у меня в руке. То есть, я могу его сравнить вот с, наверное, вот с этим вот. То есть, они где-то по размеру рядом. Ну, это чуть-чуть меньше даже получается. И все равно в руке лежит он отлично, потому что под пальцевые пропилы, они как раз там, где нужно. Там, где оно и должно быть. То есть, не, бэклок вообще рулит. То есть, я вот беру этот нож, я его знаю, как он у меня лежит в руке. И он мне намного, намного больше нравится, чем, скажем, вот этот вот лестил. Когда вы посмотрите, что, в принципе, они, ну, не очень, так сказать, и отличаются, особенно по длине лезвия. Так, аккуратненько сложим, чтобы не заехать себе по пальцам. Итак, что же у нас здесь мы получили за 100 люкей? У нас есть S60. У нас есть HHP. У нас есть 30-ка. У нас есть LMAX. У нас есть M390. S90V. И здесь 35-ка. Пошли дальше. Вот у нас пошли американцы. Вот такой вот нож от Гербер. Если вы посмотрите вот сюда, вот на эту надпись, мы увидим, что здесь этот нож S30V имеет на клинке. То есть, это такой, значит, ножик. А! Стоит этот ножик всего 50 евро. То это самый дешевый ножик с порошочком, что я когда-либо видел на рынке. Причем они бывают еще плейновые. Но когда я его собирался покупать, плейновые уже раскупили. Мне достался какой-то с полусеррейтером. А я полусеррейтер не рублю, иначе бы этот нож четко бы сел у меня на карман. Но когда у ножа полусеррейтер, я просто не знаю, что я с ним буду делать. То есть, ну, блин, ну, ну, говно. Поэтому он у меня лежит чисто, так сказать, на какие-то, на какие-то посредние динки. Потому что, ну, так, в принципе, он мне нравится. Он лежит хорошо в руке. То есть, есть что этим ножом поработать. То есть, вот этот изгиб здесь прорезиненная часть. Это, конечно, прикольно. Опять же-таки, бэк-лок. То есть, нож достаточно крепкий. Клипса, ну, клипса, ну, такая вот она из себя. Но все равно, нож классный. И это самый дешевый нож с порошковой стали, что есть у меня в собрании. Он, по-моему, 50 евро мне стоил. Без всяких скидок. Вот так регулярно стоит. А вот этот стоит где-то 150. Это тоже Гербер. И это Гербер Гаттер. То есть, вот такая вот офигенная рукоятка. Как классно она заполняет мою руку. Вот прям вообще. Вот Гаттер это то, что вот такой рукоятки. И вот такая рукоятка и должна быть. Не то, что вот как вот здесь мы имеем. Хотя это тоже неплохо. Но посмотрите, какая разница в толщине. То есть, вот это вот в моей руке намного лучше лежит. Я прям этот нож ощущаю. У меня прям классно такой. Классный нож. Вообще, как бы, ну, без вопросов. Да, он клепанный. Да, вот это резинка. Вот это тупо пластик. Но зато здесь на клинке. Давайте почитаем, что здесь на клинке. Что же тут на клинке? О, вот где оно написано. С30В на клинке. И написано, что он сделан в США, в Портленде. Ну, согласен. Классный ножик. Прикольный. Вот таким ножом хочется пользоваться. И вот это идеал моего рабочего ножа. Большая, ухватистая рукоять. Чтоб тебя говорится. При этом вес у него не очень большой. То есть, ты его так нормально ощущаешь. Вот этот американский клиппоинт. Вот это геометрия лезвия прикольная. В общем, ну да. Бэклок. Надежный замок. Причем, смотрите, он как бы здесь есть вот такой вот специальный стоп. А чтоб ты себе на пальцем не сложил. То есть, есть как бы классный нож. Мне нравится. Но, к сожалению, стоит он дорого. Поэтому он лежит в коллекции. Также классный нож, который мне очень нравится. Тоже американец. Ну, я думаю, вы узнали. Это бенчмейт какой-то гриптивен. Я так понимаю. Вот эта офигенная механика. Вот с этим, с ихним замочком. Асикс локом. Тут, конечно, вопросов нет. Причем, этот нож стоит, как этот нож. Ну, и тут, как бы, да. Тут пластик. В общем, как бы, то, что обычно критикуют. Пластик, все такое. Да, пластик. Согласен. Но зато, насколько этот нож классный. Вот именно надо поиграться. Механика этого ножа, конечно, кайфовейшая. Ну, и кромка вот с этими большими спусками. Это, как бы, она тоже будет резать. Классный ножик. Я с ним ходил какое-то время. Я вот даже немножко отдохал. Поэтому здесь можно посмотреть, что вот, насколько эта кромка отличается с одной стороны и с другой стороны. Потому что кто-то очень качественно пытался подсевшую кромку подточить. Ходил я с этим ножом. Мне очень понравилось. Перебирал его. То есть, офигенно. Классный. Согласен. Пластик, конечно, немножко здесь, тоже здесь пластик немножко портит пищевая в ноже. Но есть эти модификации и... О, сейчас как-то стало свободнее идти. Уже немножко разработался. Вот этот пластик есть возможность поменять на что-то более, так сказать, приличное. Потому что вот здесь вот видно, во-первых, все вот эти царапины, вот эти сколы. Ну, короче, все, что можно, пластик коллекционирует. А вот... А вот нож, который мне не нравится. Это нож сок. Хотя здесь механика, она тоже вот такая вот, по приколу. Но другая. Хотя здесь вот на рукоятке у тебя карбон, причем такой обработанный, пропиленный. Что здесь за сталюка? Что здесь за сталюка? Терминус XR. Окей. Что здесь за сталюка? Ага. Здесь сталюка CPM35VN криообработки. Ну, давай. Фокус ловись. Вот, вот. Где-то тут это написано. Видите, крио надпись. То есть, типа, этот нож обработали в жидком азоте. То есть, закалка была в жидком азоте. Но этот нож у меня в руке не лежит. Мне не хватает рукоятьки, мне не хватает длины клинка. И хотя вот, ну и замок какой-то не такой внятный, как вот... Как он на бенчмейте. Потому что бенчмейт стоит-то дороже, а материалы типа хуже. То есть, из сталюка типа S30, она как бы уступает 35-ке в теории. Но по факту что? Вот это вот. Вот это вот хорошо лежит в руке, а это в руке вообще не лежит. Маленькая рукоятка. Вот этот замок такой. Ну, короче, не хватает немножко в этом мне... Не хватает мне немножко в этом ноже энергии. Так, переходим к колд стилам. Опять-таки, 35-кам. Вот такой вот нож. Огроменный, можно сказать. Большой такой ножик. С S35VN на клинке. Это этот Broken Skull. Как бы, казалось бы, что еще надо? Такой кусок стали у тебя в руках. Причем порошочка, но нет. Хочется, чтобы еще рукоятка была нормальной. Вот посмотрите, насколько здесь тонкая рукоятка. Я ее даже вот с этой рукояткой не сравниваю. Потому что здесь она, по-моему, в три раза уже. Ну, хотя бы сравните с рукояткой Benchmade. Насколько здесь все тонко. И вот когда ты его берешь в руки, ты понимаешь, что, блин, ну, елы-палы, не лежит. Не лежит в руках у меня этот нож, понимаете? Не под мою руку он сделан, и это плохо. Потому что столюка здесь хорошая. Есть ощущение, что нож будет резко, но я им никогда ничего не резал. Потому что что? В руке не лежит. Не могу его нормально взять. Вот как я его под него не подстраиваюсь. Не нравится мне, как он в руке лежит. Вот такие у меня руки. И не все, что можно, так сказать, не все, что я в них беру, в них ложится. Огроменная вот такая вот шняга. Не знаю, попадает она в кадр или нет. Посмотрите, насколько огромная. Это называется Френзи. Вот такой вот ножик. И здесь вот у нас на клинке Карпертер HHP. Это порошок, который мы видели вот здесь вот на вот этих вот лимитках от Бекер Калашников. Вот такой вот ножик. Вот он такой огроменный. Но тоже сказать, что он в руке лежит, сидит комфортно, я тоже не могу. Потому что мне его постоянно хочется взять как-то вот так вот. А я никак не могу его взять. Потому что эти прорези, они под мои пальцы вообще не лежат. Ужасная рукоятка. Как по мне, какие-то вот непонятные вообще-то, что это за нож, к чему. В общем, мне он крайне не нравится. И, конечно, этот замочек, который постоянно, так сказать, может не сложиться на твои радостные пальчики. Оно как бы не очень, так сказать, внушает доверие к этому ножу. Тем не менее, большой нож, большой кусок порошка. В общем, как бы, ну, ну, есть и есть. И, в общем, вот, собственно говоря, коллекция собирается. Вот оно и есть. Да, идем к дальнейшей части коллекции. Пошли на спайдерки. Спайдерки кучу всего. Кучу всяких стали использовать. Вот, в частности, у меня есть вот такой вот ножик. Здесь где-то написано, где-то, что здесь CPM 440V должно быть. Ну, где-то это написано. Хрен его знайди. Короче, вот такой вот ножик. Вот такая вот непонятная шняга. Геометрия лезвия. Куда им? Че им? Зачем? Плюс еще он левой руки. То есть, если вы посмотрите на этот замок. Я забыл, как он называется. Ох, голова уже не валит. Короче, он для левшей, я так понимаю. Следующая спайдерка. Вот такая вот. Тоже непонятно, как их называют. Что ж такое? Но главное, что я знаю, что здесь за сталь. Здесь ЗБТ... Ёлки-палки, начнут заговариваться. ЗДП-189. Это быстрорез. Вот такая вот здесь сталюка. Я надеюсь, там в кадр она попадет. Как-нибудь. Короче, вот такая вот интересная, интересный ножик. В руке лежит он специфический. Его хочется как-то вот так вот взять. Но надо его брать вот так вот, потому что... Ну, посмотрите, какая режущая кромка. Вот здесь вот режущая кромка прикольная. И должно резать. Я им что-то пытался. И я эту кромку, по-моему, даже угандохал. Потому что здесь есть следы того, как я его подтачивал. Потому что мне было интересно, как точится ЗБТ-189. Я решил поставить на нем эксперимент. Ну и как-то что-то вот видно, что кромка я немножко, кстати, угандохал этого ножика. Она немножко не так выглядит, как должна. Но сталюка, в принципе, нормальная. Нож продолжает резать. Бэклог. Спайдерка. Так. Ну, я думаю, это вы узнали. Это пара миля. Здесь традиционно для спайдерки сталь С-30В. То, что мы видели уже раньше. Нож прикольный. Нож классный. Опять-таки, вот этот замок. Как же он называется? Господи, я уже забыл. Боже, что ж мы... Забыть, как называется замок у... У пара миля. Так. Сейчас вспомним. Из головы вылетело. Нож с прикольной механикой. Я его перебирал недавно. И, видите, еще до сих пор не разработал. Так-то он... Compression Lock. Вот, вспомнил. Compression Lock. И он здесь нормальный. Здесь для праворуких людей. В общем, шикарный ножик. Он мне нравится. Так. Ичхуахуа. Вот, не помню, как это называется. Что-то на Ичхухуху. Вот такой вот ножик. Тоже с compression lock. И тоже какая-то здесь сталюка. Давайте почитаем, что здесь у нас. Есть ли? Да. Вот здесь. CPM S-30V. Тоже написано. В руке лежит паршивенько. Но это такой резачок, знаете, такой филейник типа. Если бы им есть стейки, то он и имел бы смысл. А так особо этот нож смысл не имеет. Тем более, мне не нравятся вот такие вот проволочные клипсы. Пусть она и переставляемая, и все остальное. Но мне не нравится. И compression lock здесь такой не очень. Но зато вот нож открывается хорошо. Прикольная спайдерковская механика. В общем, все как должно быть. Смок. Вот этот вот ножик. Тоже такая вот достаточно известная модель. Тоже на этом S-35VN. Прям на клинке написано. Вот этот замочек. Вот так он закрывается. Вот так открывается. Прикольный ножик. Как лежит в руке? Лежит в руке более-менее нормально. Ты можешь его вот так взять. А можешь его как-то вот так вот взять. Для какой-то вот такой вот сложной работы. То есть, в принципе, вот этот нож мне нравится. Особенно нравится вот как тут все. Как все это работает на этой кнопочке. Да, передний флиппер работает. Я им ничего не делал. Но я уверен, что это хороший резак. Потому что здесь вот вогнутая линза. Он наверняка режет очень хорошо. Все дела, в общем, сделано на Тайване. Ну, окей. Ну, и вот у меня есть еще один спайдерка. Это прям грань всех спайдерек. Потому что хрен где найдешь. Это спайдерка Болисонг. Вот видите, вот оп. И вот так вот. Видите? Вот такого. Дайте еще раз. Вот так вот сложил. И разложил. Сложил. И разложил. Очень редкая модель в спайдерке. Хрен где продается. Хрен где найдешь. У него во всех странах разрешено. В руке лежит нормально. Хотя чувствую, что вот здесь все-таки немножко... Где-то вот здесь чувствую, что он хлипковатый. То есть, ты его можешь как-то вот так вот попытаться сложить. Тем не менее, прикольный ножик. Мне очень нравится. Грааль моей коллекции. То есть, один из лучших ножей, которые у меня, так сказать, есть в собрании. Ну, прикольный ножик. Так. После того, как мы поговорили о спайдерках. Я вам показал. 440-ый порошочек. Быстрорез ЗБТ-189. Переходим к бакам. Бакет. Конечно, это мне нравится. Это я люблю. И видите, сколько их у меня тут разных есть. Начнем с самого простого. Это бак в порошке. Мануальный. Как видим, называется он Хантинг Про. Вот здесь мы видим, что это закалка Пола Босса. Вот прям на лезвии это и написано. И там же там написано, что это С30ВН. Я с этим ножиком ходил. Здесь немножко кромка у Гантохана. Я ее там тоже пытался, так сказать, наточить. Ну, было дело. Здесь у нас Г-10 в виде плашек. Вот здесь у нас никелевые полстеры. В общем, в принципе, это тот же самый нож, что и классический бак 110, только весит чуть-чуть меньше. Хват классический баковский. То есть, такой хват, в который нужно вкладываться. И вот если ты берешь, то в нож этот реально можно вложиться. И тогда ты его чувствуешь очень хорошо. Это стандартная модель. Она продается практически везде. И здесь на клинке С30В, как я уже говорил. Другая стандартная модель, которая тоже везде продается. Это вот этот EDC Slim Pro. То есть, облегченная модель. Они сделали плашки целиком из Г-10. Даже, по-моему, право вставок внутри нету. Вот такая здесь есть клипса. Вот такого здесь есть шпенек. У нового модификации шпенек стоит чуть-чуть ближе к кострию. Здесь, вот видите, старая модификация. Здесь немножко, как бы, шпенек ближе к рукоятке. Открывается, поэтому он не так лихо. Но зато здесь сталюка вот С30В в закалке пола босса. То есть, все как надо, все как мы привыкли на бак. К сожалению, так же, как и вот с... В случае с бракенскалом, здесь очень тонкая рукоятка, которая ни хера не лежит у меня в руке. Кстати, можете посмотреть, насколько бракенскал больше. При том, что рукоятки, в принципе, имеют одинаковый размер. Но все равно это бракенскал не спасает. Собственно, как и этот нож. Я с ним какое-то время пытался ходить, но потом забил. Потому что они вот еще вот это сделали здесь. Кривовастеньком. Вот эта вот моделька. Вот здесь уже чувствуется, что это классический бак. И это реально по классике сделано. Это бак, видите, здесь С30В, но это не про-версия. Это версия вот для этого магазина на Аляске. То есть, баки иногда делают версии для отдельных магазинов. И вот здесь вот у меня есть вот такая вот версия с черным лезвием. То есть, здесь есть на лезвии покрытие. Плюс еще столюка С30В. Вот прям так и написано. Опять-таки, закалка пола босса. В общем, все по приколу. Все как надо. Офигенная вот эта вот рукоятка, которая, блин, ну... Вот ты чувствуешь эту рукоятку. Это по кайфу. Я люблю баки 110. Видно уже, что здесь немножко все покрылось такой вот благородной патиной. Но, как бы, что поделать. Вот такие вот они ножи, бак 110 в классике. А это не классическая бак 110. Это типа юбилейный бак, который был выпущен для магазина Blade HQ. Это такой американский магазин, называемый. Здесь другое дерево. Другой материал полстров. Если мы посмотрим, другая геометрия лезвия. Ну, а главное, что здесь другая сталь. Смотрим, что здесь за сталь. CPM 20V. То есть, здесь... Да, здесь двадцатка. 20 CV. Господи, CPM 20 CV. Вот такой вот нож. Тоже это классический бак, только с другим лезвием и другой сталью. И другой накладкой. И другой рукояткой. Ладно, это другой бак. Но, как бы, не знаю. В общем, выпустили для магазина Blade HQ. И у меня есть не только вот этот нож, но и еще один нож. Тоже был тогда же выпущен. Здесь еще другое дерево. Другой сорт дерева. И другой сорт стали. То есть, если мы здесь посмотрим, здесь у нас сталь S35VN. То есть, вы уже можете понимать, что когда речь идет о баках, у меня есть в разных сталях баки и в разных... Ну, в самых разных сталях. То есть, вот здесь у нас 30-ка. Здесь 30-ка. Здесь 30-ка. А здесь 20-ка. А здесь 35-ка. А вот здесь вот у нас... А, это бак Sport Pro. Тоже новый. Вот это новая версия 22-го года. Прям чувствуется, насколько он легче. Насколько он легкий в руках. И здесь у нас тоже порошочек S30V. Классика для... Скажем так, классика для баков. То есть, привычный порошочек. Причем здесь и лезвие тоже привычное. И шпенек есть. Вот как раз то, что я говорил. Что сейчас шпенек стали делать чуть-чуть ближе к острию. Чтобы его было проще открывать. То есть, можем сравнить. Вот так вот. Если мы посмотрим на эти два ножа. То вы видите, что здесь шпенек, он ближе к рукоятке. И это не так удобно открывается. А вот этот вот открывается более уверенно. И там, и там S30V. То есть, и там, и там классный этот вот порошочек. Ну и, конечно, лучший баг. Вот этот вот 21-го года. Вот этот вот Limited Edition. Вот-вот. Вот эта вот моделька, которая меня... Я не устаю ее показывать, потому что она мне охрененно нравится. Здесь и карбончик. Вот как мы... Вот этот вот дымчатый карбон, как мы его имели вот здесь. Вот такого же типа карбон мы имеем тут. Здесь у нас титановые. Титановая рукоятка. Титановые болстеры. Ну и на клинке что у нас? Давайте почитаем, что у нас. На клинке у нас S45VN. То есть, это еще одно следующее поколение. И это нож, конечно, кайфоверший. Он легенький. Он ухватистый. То есть, я как бы... Здесь вот этот вот шпенек по типу того, как мы на блурах имеем, когда он со скосом, чтобы было удобнее открывать. Ну, разборной. Естественно, смотрите, какая клипса. Какая здесь классная клипса. Это классный-классный бак. Мне он очень нравится. Но сейчас я вам покажу баки, которые лучше. Вот у меня есть вот такой вот бак и вот такой вот бак. Вот можно посмотреть. И здесь мы видим, что есть кнопочки. Эти кнопочки нам как бы говорят, что это баки-автомат. Вот это вот 112-й автомат PRO. А это 110-й PRO автомат. И, ну, кайф. Вот то, как они это... Как они щелкают, это просто капец. Это кайфоверший кайф. И вот здесь вот мы видим, что здесь S30V на клинке. И здесь тоже S30V на клинке. Вот это два кайфоверших бака, стоя в баках. Вот один 110-й, другой 112-й. И тот, этот автомат. Это, конечно, круто. Это, конечно, мне нравится. Это, конечно, по приколу. Охрененные ножички. Ну, вот. Собственно говоря, я вам и рассказал о том, какие автоматы у меня есть. Точнее, нет. Какие у меня есть ножи с... Какие у меня есть ножи с порошочком. Ну, давайте посмотрим, сколько это стоит. Вот это стоит где-то 250. Вот этот стоит где-то 300. Вот этот стоит где-то 250. Это уже 800. Вот этот стоит где-то 20... Но меньше. Ну, будем считать 200. Это 1000. Этот где-то стоит 120. 1100. Этот и этот. Тоже где-то по 120 стоит. Ну, 1300. Этот стоит 80. 1400, этот стоит сотка 1500, этот хрен найдешь где-то 250 стоит 1750, этот стоит около 200 1950, этот стоит около 150 2100 парамиля стоит 150, 2250 этот Z189 ну я думаю где-то так ну 120 вот этот в таком состоянии стоит 80, того значит вместе они где-то стоят 200, и того что мы имели, это 1450 вот этот стоит где-то 120 этот стоит 150 и этот стоит где-то 50 итого в сумме 1450, этот 120, это получается 1570, этот 150, точнее 2720 2770 этот стоит около сотни 2870 вот эти вот два ножа хрен где найдешь они где-то по 150 а этот где-то по 100 и того где-то 400 3370 ух heck 3170 этот нож этот нож стоит 150 3300 этот нож стоит сотню 3400 этот нож стоит сотню 3500 этот стоит сотню 3600 этот стоит 80 ну там 3700 этот стоит 120 3800 короче, это у нас где-то 3900 бракенскал стоит сотню, это где-то 4000 вот этот тоже где-то около сотни 400, а это где-то ну господи, там 200 стоит итого на 4300 у меня здесь ножиков, охренеть как все запущено прикиньте, кто-то потратил на ножики почти 4500 евро и этот кто-то я ну, а при том, что моя зарплата в последнем месяце я последний месяц жил на сколько? получается 780 евро у меня оставалось да, в мае я жил на 700 евро с чем-то, ну там на 750 это после выполненных всех этих короче, вот такая вот ситуация ну у нас что-то продавать будет, видимо потому что надо переезжать обратно в Германию сколько можно здесь кваситься в этой Франции ничего здесь хорошего нету думал, что будет хорошо а по факту оказалось по факту оказалось, как всегда ну ладно это мои проблемы так что не будь бомжом ходи с ножом пусть этот нож тебе нравится конечно баки мне офигенно нравятся особенно мне нравятся баки автомат вот это я считаю самый лучший нож который у меня вообще есть ну послушайте как как он кайфово пуляет ну это просто это просто песня все на этом я заканчиваю пока пока пока